Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Белышева. На автопилоте экс-начальника харьковских патрульных задержали за пьяное вождение. Как оправдывался? Пепелище истории. Во Львовской области сгорело здание коллегиума 19 века. Восстановят ли? Удача отвернулась. Карлоса Почдемона задержали. В какой стране прервались путешествия каталонца и что ему грозит? На Донбассе снова горячо. После относительного затишья боевики ударили из всех орудий. По состоянию на 8 вечера уже 19 обстрелов. Опытная и Лебединская оказались под ударами запрещенных минометов 120-го калибра. Авдеевку и Широкину накрыли из гранатометов. По Каменке и Маринке вели огонь из стрелкового оружия. А в Песках в ход пошли даже танки. В результате обстрелов один украинский военный погиб. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Виталий лаконично характеризует ситуацию на своем участке фронта под Донецким аэропортом. Недельную тишину сменила череда провокаций на всем направлении. Бойцы отмечают, активизировались боевики после президентских выборов в России. И буквально в ночь, на тот же день, они начали провокационные обстрелы в нашу сторону с великокалибрных каламетров. Огонь в основном ведут хаотически. Таким образом часто маскируют работу снайпера, который стреляет уже на поражение. Снайперские группы работают и днем, и ночью. Оптика позволяет. Только даже включаешь тепловизор, и сразу бывает, что просто свистит над головой. Оптика хорошая. Регулярно над позициями военной фиксируют и пролеты вражеских беспилотников. Самое страшное, когда он зависает над головой. Тут надо уже что-то ждать. Только зависает, сразу надо по норах, потому что сразу может працевать миномет. В районе же Авдеевки российские наемники с воздуха оценивали уже результаты своего обстрела. Зависают над их, в основном над полем. Обстрел был до. Со стороны противника. С нашей стороны мы не стреляли. Вопреки объявленному перемирию, под обстрел боевиков попали и мирные улицы. На окраине украинского Торецка мины разнесли дом. А в Авдеевке зафиксированы попадания по дачному кооперативу. Дня три назад летела оттуда. У нас бутыль такая из-под вина полностью разбитая. Ну летят, летят. Боимся еще тут жить. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Под обстрел на Донбассе попала и миссия ОБСЕ. Это произошло в районе поселка Пикузы. Это бывшая Коминтернова. Наблюдатели в течение шести минут слышали перекрестные выстрелы из стрелкового оружия. По их оценке работали не менее десяти автоматов. Представителям ОБСЕ пришлось спешно покинуть этот район. Российских дипломатов не высылают из Украины, потому что будет ответная высылка украинских консулов. А это значит, что украинские политзаключенные в России останутся без поддержки. Такое заявление в своей странице в Фейсбук сделала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. Напомню, по данным британских СМИ, 20 европейских стран и США собираются выслать российских дипломатов из-за их шпионской деятельности. Это ответ на нападение в Солсбери. Европейский совет считает, что Москва причастна к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что первая волна высылки российских дипломатов начнется уже со следующей недели. День воли в Беларуси. В Минске полиция задержала по этому поводу три десятка активистов. Они вышли на марш достоинства и свободы. Среди задержанных был и лидер оппозиции Николай Статкевич. Правозащитник сообщил, что по всей стране сторонников оппозиции начали доставлять в полицейские участки еще несколько дней назад. Назад, сегодня, 25 марта, страна отмечает сотую годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, которую считают первым независимым белорусским государством. За объединение с Румынией митинговали в столице Молдовы, Кишиневе. Акция эта была мирной. Возможную провокацию предотвратила полиция. Задержали два десятка мужчин в масках, которые направлялись к месту проведения митинга. В полиции сообщили, что их доставили в участок и в рюкзаках обнаружили бейсбольные биты. На митинге сторонники единого государства отмечали столетие присоединения Бессарабии к Румынии. Территория Молдовы принадлежала соседней стране 20 лет и в 40-м году перешла под контроль Советского Союза. Экс-главу патрульной полиции Харькова Евгения Мельникова задержали в столице за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает интернет-портал Киев Оперативный на своей странице в Фейсбуке. Сам Мельников все отрицает. Говорит, что сидел на заднем сидении автомобиля, который неожиданно сам начал движение и в итоге проехал на красный свет. Полиции остановить якобы беспилотный автомобиль удалось через целых 3 километра. Проходить алкотест на месте Мельников отказался. И по словам пресс-секретаря патрульной полиции Яны Кутовой, он сопротивлялся и пытался сбежать. Позднее выяснилось, что у задержанного нет прав, и это уже не первое его нарушение. В 2014 году на Мельникова составляли протокол за вождение в нетрезвом виде, а из правоохранительных органов его уволили в прошлом году. В Хырове, это в 100 километрах от Львова, подсчитывают убытки и устанавливают причину масштабного пожара, который накануне охватил здание общежития иезуитов. В советские времена там располагалась воинская часть, а в последние годы это здание работает как отель с оздоровительным комплексом. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Возгорание произошло на третьем этаже одного из корпусов оздоровительного комплекса. Пламя с молниеносной скоростью распространилось на всю крышу, потом перекинулось на купол церкви Святого Николая. К борьбе с огнем привлекли 25 машин спецтехники. Они ехали почти со всех близлежащих районов. Рогобыча, Борислава и даже Львова тушили в 18 часов. Спасатели называют этот пожар самым сложным в этом году. Было очень большое горение на момент прибытия подраздела и также то, что огонь быстро увеличился перекрытием. Вогнеборецы в первую очередь доклали максимум усилий, чтобы она не уничтожила храм, святину. Не типовое место, потому что оно не соответствует тем архитектурным формам, которые есть в радянском строительстве. Это памятник архитектуры местного значения. Построен еще в начале прошлого столетия поляками. Под штукатуркой соломенные волокна перекрытия деревянные. Это и способствовало быстрому распространению огня. Он уничтожил 3000 метров кровли, первый этаж уцелел. Сегодня там дорогая мебель. На полу смесь воды и пепла, по хрустальным люстрам струится вода. Ее для тушения пожарные выкачивали из-под центра, расположенного на территории отеля. Тут стояли помпи, и эти помпи перекачивали воду в дзакузи. А в дзакузи, вы видели, стоять автомобили, которые наповнили свои емности и отправляли на пожарную гасинку. Кроме того, из города и из нашей емности сюда поступала дополнительная вода. В церкви, расположенной возле гостиницы, повезло больше. Сгорел только купол. Спасло то, что верхний этаж построен с прослойкой бетона. Во время пожара горожане бросились выносить церковную утварь. Парафиан пришел, знаете, целый плац, который был в Асхире. Прибегли люди, все, чтобы спасать тут, что есть. Слава Богу, все врятовано, присил жертвовник. Все вещи, которые есть, все перенесены. Духати по людей. Сегодня в церкви даже провели воскресный молебен. На возведение нового купола придется собрать не менее полумиллиона гривен пожертвований. Верующие хотят праздновать Пасху даже в недостроенном храме. Тем временем в полиции рассматривают три версии случившегося. Одна из них версии – это необережное поводение с огнем. Другая версия – это загоряние могло случиться от несправной электропроводки. И так следствие не откидает, что возможный подпал. Перезначаются экспертизы. И дальше мы будем уже более детально знать, какие причины данной пожаре. В полиции также открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Если установят виновного, ему грызит до 15 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львовская область. Эскалация на границе Израиля и сектора Газа. На территорию еврейского государства прорывались террористы. Чем закончилась эта попытка и как ответил Израиль, обо всем подробнее узнаем от Сергея Услендера. Группа арабов из Газы проникла на территорию Израиля и пыталась разрушить инженерные заграждения на границе с Газой. Когда нарушители были обнаружены, к месту отправили армейские патрули, но арабы успели ретироваться в Газу. Тогда на место происшествия прибыли военные инженеры, которые принялись восстанавливать разрушенные участки забора. В ответ на этот инцидент ВВС нанесли серию ударов. По объектам Хамас бомбили тренировочные лагеря террористов. На границе с Газой продолжается противостояние. Наблюдается явная эскалация. Буквально накануне армия обнаружила и уничтожила крупный тоннель, который террористы пытались проложить на израильскую территорию. Протяженность тоннеля под землей составляла примерно 2,5 километра. И он должен был закончиться на израильской территории. Построен был по всем правилам с коммуникациями, вентиляцией и был довольно широкий. Два человека могли свободно в нем разминуться. Мы предполагаем, что его строили для возможной атаки на израильское поселение. Хамас сразу поспешил заявить, что тоннель был старый, не использовался и зря израильтяне потратили столько усилий. Но армейская разведка опровергает эти заявления. По ее сведениям, тоннель находился в стадии активного строительства. Помогла его обнаружить новая система, которую израильтяне строили два года и практически только что ввели в действие. Это комплекс датчиков, специальных сооружений и механизмов, который помогает обнаруживать и уничтожать тоннели террористов. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Немецкая полиция задержала экс-лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Чем ему это грозит и какой реакции ждать от Барселоны? Все подробности в материале. Карлос Пучдемон оказался в руках немецкого правосудия, как только пересек границу Дании с Германией. Машину с бывшим лидером Каталонии задержали возле городка Шуби, земля Шлезвиг-Гольштейн. На основании европейского ордера на арест. Его Испания выдала в пятницу. По словам адвоката политика, права Пучдемона не нарушались. С ним обходятся хорошо. Карлес Пучдемон был задержан в Германии по пути из Финляндии. Направлялся в Бельгию, чтобы предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием. В Финляндию Пучдемона пригласили симпатизирующие ему политики. Тамошние власти уже готовы были задержать каталонца по просьбе Испании. Однако тот вовремя уехал. Теперь же, как сообщили немецкие СМИ, Пучдемона доставили в полицейский участок в городе Ной-Мюнстер. Решать судьбу политика будут региональные власти. Мнения его соотечественников тем временем разделились. Не думаю, что задержание Пучдемона это плохо. Он должен приехать в Испанию и объясниться. Это логичнее, чем уехать куда-то и скрываться. Это поражение для нас. Люди недовольны. К счастью, все демонстрации до этого были мирными. И надеюсь, так будет и дальше. Но в глубине души люди кипят от злобы. В пятницу испанский суд арестовал пятерых каталонских политиков по подозрению в сепаратизме. На улицы вышли около 10 тысяч человек. Арест Пучдемона может привести к еще большим беспорядкам. Сторонники независимости Каталонии уже призывают к протестам у немецкого консульства. Четыре месяца назад, чтобы избежать задержания, Пучдемон бежал в Бельгию. Брюссель высылать его на родину не собирался. В Испании же Карлесу Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы. Анна Филь, подробности, телеканал Интер. Пограничный контроль внутри шенгенской зоны должен быть отменен. С таким призывом к государствам, которые проводят выборочные проверки, обратилась Болгария. Эта страна не входит в шенген, пока она сейчас председательствует в ЕС. Германия уже ответила. Что расскажет Татьяна Лугунова? Германия планирует продлить и ужесточить проверки на своих границах. Предложение выдвинул новый министр внутренних дел. Одобрила канцлер. В пух и прах разгромила оппозиция. Выборочно проверять паспорта немецкие пограничники начали еще два года назад, в разгар миграционного кризиса. Тогда политики в унисон обещали это ненадолго. Прошло время. Количество беженцев, которые хотят попасть в Германию, существенно сократилось. Но контроль никто не отменил. Более того, новый министр внутренних дел Хорзе Хофер заявил, планирует ужесточить проверки. Свободное передвижение это огромное достижение Европы. Оно может нормально функционировать только в том случае, если внешние границы шенгенской зоны надежно защищены. Пока это не так, мы должны сами контролировать наши внутренние границы. И не потому, что нам это нравится, мы хотим обеспечить безопасность наших граждан. Ангела Меркель своего министра поддержала. А вот оппозиция, наоборот, обвинила Зея Хофера в посягательстве на символ объединенной Европы, шенгенскую зону. Есть нормы европейского права. И никакой новый министр внутренних дел из Баварии не может вдруг сказать, что теперь он решает, как будут выглядеть внутренние границы Европы в будущем. Люди имеют право на свободное передвижение. На проверки жалуются и представители бизнеса, дескать, из-за длительных остановок на границе. Они терпят серьезные убытки. Германия, впрочем, не единственная страна шенгена, которая сейчас проводит проверки на своих границах. Есть еще Австрия, Дания, Швеция и Норвегия. И они, похоже, тоже не горят желанием отказываться от этой практики. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Контрабандиста с партией часов, старинных монет и сигарет задержали на Волыне. Мужчина ехал на микроавтобусе из Украины в Польшу. На пункте пропуска авто отправили на досмотр. Во время проверки в нише для аккумулятора пограничники нашли 26 наручных часов, 4 десятка монет 23-го, 30-го годов выпуска и сотню пачек сигарет. Все изъяли, часы и монеты передали на экспертизу для того, чтобы установить, имеют ли они историческую ценность. А буковинские таможенники конфисковали более 12 тысяч пар обуви. Грузовик с сандалиями и босоножками ехал из Болгарии в Беларусь. Но при прохождении проверки оказалось, что все подписи и печати на сопроводительных документах подделаны. На водителя грузовика открыли дело, а обувь почти на 2 миллиона гривен изъяли. В Украине более 100 тысяч детей без родительской опеки. С каждым годом эта цифра увеличивается на 8 тысяч. Одни попадают в интернаты, другие в центры социально-психологической реабилитации. В Украине часто у государства хватает денег лишь на оплату коммунальных услуг и зарплаты воспитателям. Одевать, обувать и кормить детей помогают волонтеры. Уже много лет о воспитанниках заботятся и в Благодарительном фонде возрождения. На днях сотрудники этого фонда привезли подарки детям Центра социально-психологической реабилитации в городе Сумы. Юные, взрослые и совсем маленькие. Кого-то из них бросили, других забрали из неблагополучных семей. Кто-то уже в раннем возрасте приступил закон. В этом центре реабилитации 52 воспитанника. Многие проводят здесь по целому году. В первую очередь для них важна психологическая реабилитация. Находясь в центре, многие дети осваивают новое умение. Маша занимается рисованием. А что ты любишь рисовать? Обычно. Глаза. Глаза? Да. А почему? Зеркало душе. Когда вырастет, мечтает стать дизайнером деловой одежды. Уже разработала десятки нарядов. Блазка с воротником красивым. Потом дюбка, карандаш. Сток Италии. Сдержанные туфли. Но главная радость для детей – подарки. Сладости, фрукты и витамины детям привезли от благотворительного фонда Владимира Мунтяна «Возрождение». Кто просил, получил и новую одежду и рюкзаки. Штаны и шарики. Штаны и шарики. Классные штаны? Ты такие хотела? Да. Деньки. Да? Да, ты будешь. Уходи на тёпку. Когда мы на свято будем ходить. Когда я приезжаю ходить в литр. В литр? Да. На свято или когда будешь гулять? На свято. Центру от фонда передали и новый принтер. Его установят в компьютерном классе. За состоянием техники здесь следит Женя. В центре он уже год стал старшим в компьютерном классе. Учится писать программы. Язык Python. И через него я могу найти, допустим, дискриминант, прописать команду. И когда пользователь вводит корни, то он находит, есть ли корни в квадратном уровне или нет. Хочу стать программистом. Этот компьютерный класс оборудовали именно благодаря помощи фонда, говорит директор центра. Наш заклад саме потребует помощи таким детям. Потому что это дети-сироти, дети-позбавленные, дети, которые уже браковали, дети, которые были покинуты родителями. Фонд отроджения współправит с нами второй год. Значит, первая наша встреча была, когда проблема была в моніторах компьютерного класса для детей. И именно они отгукнулись и помогли нам придбать. И так же они завитали до детей с витаминами, с одягом и игрушками. Кроме центров социально-психологической реабилитации, ежемесячное возрождение помогает и домам, где находятся дети с ДЦП. Курируют детские отделения в онкоцентрах, говорит глава фонда Владимир Мунтян. Это конкретное направление дети с ДЦП, дети-инвалиды, и дети с онкологией. Получается, наша задача в данном случае, да, это помочь ребенку, вот, который, к примеру, в доме инвалидов, да, там, помочь ребенку, чтобы его жизнь, она была улучшена. Мы выделяем деньги на питание ежемесячно, да, потом на памперсы, потом на разного рода лекарства. Делаем операции, полностью проплачиваем, да, операцию, реабилитационный процесс, весь там, все, что нужно. Очень важно для нас, чтобы ребенок после 18 лет не переходил в дом инвалидов и престарелых, а чтобы он мог жить самостоятельной жизнью, идти на работу как полноценный человек, создавать семью или идти учиться. Кроме этого, фонд оказывает помощь на приобретение медикаментов и оборудования 56 онкоцентрам и другим медицинским учреждениям Украины. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Жесткими мерами грозит Фейсбуку Европейский Союз. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова потребовала объяснений, в какой мере последняя утечка коснулась граждан Евросоюза. Напомню, скандал разразился, когда выяснилось, что одна из британских аналитических компаний злоупотребляла личными данными пользователей соцсети в политических интересах. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг уже извинился за эту утечку. Сделал он это на страницах крупных британских газет, заявил, что сделает все возможное, чтобы такое больше не повторилось. Почему желтый снег это нормально? Можно ли дважды открыть одну и ту же планету? И что за напасть угрожает Сакурам в Токио? Обо всем этом в нашем обзоре. Желтый снег выпал в Восточной Европе. Характерный цвет он приобрел из-за песка. Пользователи соцсетей из Румынии, Болгарии, Молдовы и России делятся фотографиями необычного явления. Метеорологи объясняют, снег с песком принесло пылевое облако из Сахары. Такое бывает примерно раз в пять лет. О странном снеге ранее сообщали и на юге Украины. Песчаная пыль также зависает в воздухе. Небо над некоторыми регионами Грузии затянуло желтым туманом. Час Земли. Свыше 180 стран приняли участие в наиболее массовой акции на планете. В Нью-Йорке на час отключили самый высокий небоскреб – Empire State Building, а в Париже – Эйфелеву башню. Огни погасили в главных достопримечательностях Лондона, Сиднея, Гонконга, Афин и других крупных городов на разных континентах. Усилия объединили в знак заботы о планете. Акцию организовывают каждый год, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды, в частности, к разумному потреблению ресурсов. Католики отмечают вербное воскресенье. В Ватикане Папа Римский отслужил праздничную мессу. По традиции, перед этим он благословил пальмовые и оливковые ветви, с которыми пришли люди на площадь Святого Петра. А потом обратился к молодежи. Папа Франциск призвал юношей и девушек не молчать и не быть невидимыми в обществе. В Лондоне приземлился самолет, совершивший первый прямой рейс из Австралии в Британию. Он преодолел почти 15 тысяч километров за 17 часов. Это одно из самых длинных воздушных путешествий в мире. Но маршруты с пересадками занимают, как правило, намного больше времени. На борту было 200 пассажиров. В лондонском аэропорту Хитроу их встречали сказочные герои, символы Британии и Австралии. Самый большой круизный лайнер в мире отправился в свое первое путешествие. Корабль под названием «Симфония Марейда» ставит пассажиров из французского Сен-Назера в испанскую Малагу. На судне, кроме открытых бассейнов, ресторанов, кинотеатров и концертных залов, есть огромный аквапарк, ледовый каток и баскетбольная площадка. «Симфония Марей» может принять на борт одновременно 8 тысяч человек. Астроном из Южной Африки снова открыл Марс. В интернет-сервисе, где исследователи космоса обмениваются информацией, он опубликовал сообщение, что обнаружил чрезвычайно яркий объект. А через 40 минут понял, что это был Марс. Коллеги в шутку наградили первооткрывателя грамотой. Некоторые защищали. Мол, астроном изучал огромную Вселенную. Не заметить такую песчинку, как Марс, для него простительно. В парках Токио расцвели сакуры. Со всей страны сюда съезжаются люди, чтобы полюбоваться белыми цветами. В этом году сезон цветения в Японии начался на 9 дней раньше, из-за теплой погоды. Но вишням угрожают жуки-усачи. Они появились тут 5 лет назад. Местные эксперты предупреждают, если от вредителей не избавиться в ближайшее время, то знаменитого белого цвета больше не будет. В Токио сакуры, а в Закарпатье расцвели шафраны. Целые поля первоцветов отсняли наши корреспонденты. Весеннее настроение в следующем материале. Эти бескрайние поля шафранов в дендропарке Березинка возле Мукачева. Шафран очень вынослив. Первым из цветов пробивается сквозь грунт снег и сухие листья. Выдерживает температуру до минус 10 мороза. Шафран Гейфеля прекрасно у нас тут почувается. Как вы знаете, он занесен в червеную книгу. И под грифом неоцененный. Лесничие говорят, посетители иногда путают шафран Гейфеля с пассивным, приправы из которого являются одними из самых дорогих в мире. И добавляют его в блюда. Кроме того, за сорванный краснокнижный цветок грозит штраф. Посетители дендропарка говорят, посмотреть на цветущий шафран приезжают семьями. Побачили фотографии в интернете, что уже расцвели. И очень хотели приехать и помиловаться. Побачили на свои очи. У них очень красивый цвет. Они хорошо пахнут. Мне очень нравится. Виктор Ганущин – биолог и фотограф. В прошлом году его фото шафрановых полей набрало более тысячи лайков в соцсети. Сегодня ищет новый выигрышный ракурс. Блитый, коричневый, темный лес в этом листе. И раптом пробивает его. Это первый первосток весняный цветок. Он всегда принесет радость. Такой первый сигнал, что все. Зима закончится. Уже пошла весна. Шафраны только начинают свистеть в Закарпатии. В горах ими можно будет полюбоваться. Даже в мае. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Харьковские паралимпийцы вернулись на родину. Их встречали как героев из 22 медалей, которые привезла из южнокорейского Пхенчхана украинская сборная. 12 завоевали харьковчане. Кроме денежных вознаграждений, двое паралимпийцев. Оксана Шишкова, вернувшаяся с шестью медалями. И шестикратный олимпийский чемпион Виталий Лукьяненко станут почетными гражданами Харьковской области. Вернувшихся из Южной Кореи паралимпийцев в Харькове встречают с цветами. Два золота. Спасибо. Я не иду, что вся харьковщина пушается. Спасибо. Пару дней передышки и вновь на лыжню. Юрий Уткин привез из Пхенчхана два золота. Говорит, самую дорогую медаль завоевали в последний день игр в эстафете. Из четырех участников гонки трое харьковчане. Я-то мужчина, а дальше бегут девчонки. Я прекрасно это понимал. И вот у меня вот это вот чувство такого страха было, потому что, ну не дай бог, кто-то даст фальстарки. То есть стоит одному человеку где-то ошибиться, и вся проделанная работа, ну, уйдет на нет. Девчонки не подвели. Из 22 олимпийских медалей 12 у харьковчан. Со своими, во всех смыслах, тяжелыми медалями спортсмены пришли навстречу главе облгосадминистрации. Первое, что запомнилось, это моя бронза. Казалось бы, да, бронза, но она была на вес золота. Это была моя четвертая гонка подряд, после 6 километров, потом 15 километров, потом 10 километров. Нужно было перестроиться на полтора километра. Это было очень действительно тяжело. Виталий Лукьяненко занимается биатлоном уже 30 лет. Это его шестая олимпиада. Ему, сорокалетнему, после травм и операций два золота дались очень тяжело. И сорок, то есть не так хорошо восстанавливается организм. И плюс еще перед этой паралимпиадой перенес операцию. Был реабилитационный период у меня. Были, все начиналось сначала. Соперники стали лучше и тяжелее уже выигрывать. Тренеры жалуются, заниматься зимними видами спорта в Харькове негде. Поэтому летом тренируются в Болгарии и Финляндии. Зимой во Львовской области. Людям негде тренироваться. Просто негде. И я, например, не знаю, что надо делать. Сейчас, вот завтра, после завтра снега еще навалом. Еще можно продолжать спортивный сезон. Но им делать нечего. Юлия Светличная обещает помочь. А за олимпийское золото присвоить Оксане Шишковой и Виталию Лукьяненко звание почетных граждан Харьковской области. Будем поддерживать и в дальнейшем. На этот год заплановлено финансирование о новой инфраструктуре и о покупке нового инвентаря и обладания. Есть проблемы с условиями видами спорта. Сегодня поспелковались отверто с спортсменами. Мы имеем план, мы имеем вопросы, которые нужно решить. Поэтому будем бороться и будем поступать. Для того, чтобы в наших спортсменах была возможность тренироваться и достойно представлять нашу страну на олимпийских территориях. Впереди у олимпийцев месяц отдыха, а затем и вновь тренировки. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Это все новости на сегодня. Уютного вам воскресного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин